В 40-м году на военные нужды Советский Союз тратил 15% бюджета, а уже в 42-м больше половины всех денег шли на оборону. В преддверии 9 мая в музей Ивановского отделения Центробанка пригласили юных журналистов, чтобы рассказать о финансовом аспекте Великой Отечественной войны. Финансовая система страны была полностью переориентирована на военные нужды, крупные затраты на переоборудование промышленности, закупка снаряжения, также бесперебойное обеспечение армии, эвакуация населения, эвакуация денежных средств. Все это было очень важно, особенно когда касалось вопроса сохранности денежных средств. Многие сотрудники Госбанка, в том числе из нашего края, отправились на фронт. Те, что остались в тылу, занимались распределением средств. Деньги перевозили зачастую без охраны, а потеря вверенного груза была чревата тюремным сроком. На работников Госбанка также легла задача обеспечивать пособием военнослужащих. Партизаны получали по 100 рублей в месяц, офицеры от 300 и выше. До сегодняшнего дня никак не задумывалась о том, что банк может играть какую-то роль в Великой Отечественной войне. Я восхищаюсь теми людьми, которые работали с именно денежными средствами, потому что это такая ответственность. Ведь война – это дорого, как мы узнали из экскурсии, и это просто колоссальные средства. После лекций и небольшой экскурсии по музею Центробанка ребята напишут статьи в школьные газеты и выпустят видеоролик о сложенном военном периоде в истории финансовой организации. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.